Вопросов остается больше, чем ответов. Организаторы общественных экспертных слушаний говорят, обсуждению, внесению поправок очень мешает то, что на этот раз городские власти отказались от публичных слушаний. Вместо этого документ разместили на сайте городского комитета по архитектуре. Высказывать пожелания тоже можно по интернету. Но диалога с разработчиками плана все равно нет, хотя вопросов слишком много. Общественность очень беспокоится по поводу лесных и зеленых насаждений. Также не покидает людей беспокойства. Тут же вопрос ТБО, размещения полигона. И несмотря на то, что в генеральном плане не предполагается, по новому проекту генерального плана, однако это не снимает тревоги у людей. То есть если он будет за пределами городского округа, то насколько тарифы, как это повлияет на тарифы. Представители городской администрации, которые пришли на слушание, сразу заверили, нынешняя редакция генплана многие из прежних опасений учитывает. Отдельно остановились на проблеме мусорного полигона. Хотелось бы отметить, что в границе городского округа города Барнаула размещение полигона ТКО не предусмотрено. А вот с лесными массивами все оказалось не так просто. Застройка территории медицинского кластера, расположенного в Нагорной части, потребовала разъяснений. Оказалось, строительство медучреждений возможно, но пока не запланировано. В целом участники обсуждений надеются, что подобные мероприятия позволят хотя бы в какой-то мере разъяснить заинтересованным горожанам суть проекта генплана. Ведь до окончания приема поправок и замечаний остается совсем немного времени. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.